Каким людям, мы много говорили про софт-скиллы, по качествам лично, по темпераменту будет сложно войти? С первого собеседования качать свои права не стоит. Мы джинов не берем, потому что платформа, логика в платформе очень сложная. От джинов очень много ждут, и здесь ты должен иметь как и тайм-менеджмент хороший, как и софт-скиллы, так и хард-скиллы. В общем, выжимай по максимуму, балансируй везде, даже вид до медла, а потом можешь чай пить. У вас есть какие-нибудь необычные, не айтишные увлечения? Да, вот сейчас разрабатываем приложение по нему. Привет-привет, друзья! Это IT-инкубатор Казахстан, с вами Адина. Как вы знаете, а я надеюсь, что вы знаете, мы часто отправляем наших студентов для стажировки на стартапы, потому что на стартапах можно получить классный первый опыт. И после этого часто стартапы перерастают в полноценные проекты. Сегодня мы встретились с Кариной. Карина у нас блогер и сооснователь молодого стартапа STA Platform. Она здесь для того, чтобы рассказать нам вообще, как строятся стартапы, какие требования они выдвигают к потенциальным сотрудникам. А еще мы поговорим про карьерный путь Карины. Мне он кажется очень интересным, надеюсь, что вам тоже. Карина, добро пожаловать! Здравствуйте, Адина! По поводу стажиров, кстати, полностью согласна. Думаю, сегодня эта тема еще, наверное, развеется как-то. Да, давайте начнем с самого начала. Расскажите немного про свой стартап, чем вы занимаетесь. Вы упомянули про Citi Platform, и она создавалась совместно с BI University, достаточно такая крупная компания. Но изначально создавался Bootcamp. Bootcamp, вот, как он, наверное, у вас, да, и Тинкубатор. Это по направлению разработки, но основное направление у нас — это QI Engineering. Потому что я сама изначально гуманитарий, и я хотела позволить гуманитариям показать тот путь, что в IT не только специалисты с техническим бэкграундом, так же там и те же гуманитарии очень востребованные. Все началось с Bootcamp, а потом нам понадобилась собственная платформа, чтобы вырасти. И вот мы ее реализовали с помощью BI Group. Сейчас она, конечно, мы переписали код, она полностью наша. То есть вы сначала запускали свою образовательную программу, а потом под нее делали свой продукт, платформу. А почему вы решились на создание своей платформы? Чем вас не устроили существующие на рынке? Наверное, да. У меня все, что связано с визуализацией, очень сильно играет роль. Тот же GitKurs мне не совсем нравился, хотя он довольно такой простой в использовании. Но мне хотелось чего-то очень красивого. И мы как раз-таки сошли с одним дизайнером. Она в целом поняла всю тематику, которую я хочу видеть, все цвета. И она создала очень классный дизайн. И там уже как бы недоразумие было, мы прям хотели реализовать это. То есть изначально меня не устраивал, наверное, дизайн у всех других платформ. Мне кажется, да, дизайн действительно очень важный. У GitKurs очень такой, я не знаю, как будто дизайн из 2007, если честно. А в чем вообще уникальность вашей платформы, кроме того, что там все красиво и ярко? Мы добавили функцию Live Broadcasting, чтобы мы столкнулись с такой проблемой, что наши трекеры постоянно тратят время на то, чтобы передать ссылки урока какого-то. В целом у нас очень много ссылок, ссылки на Classroom, ссылки на тот же звонок, ссылка еще куда-то, на документ, на Google Диск. Поэтому мы все интегрировали в нашу платформу, чтобы ничего лишнего извне не брать. И вот та же вот прямая трансляция, мы тоже подключили сервер, и теперь можно прямо на платформе проводить уроки. Это очень удобно. Вообще, в принципе, с появлением всех этих Google Docs очень сложно отследить, где что, у кого есть доступ, как это редактировать. Это правда очень удобно. И вы сейчас медленно масштабируетесь, правильно? Вы выходите на рынок не только в своей образовательной системе. Да, если вы про рынок международный, в смысле, да. Мы пробовали сотрудничать с Азербайджаном, с Индией, с стартапами США, но это было чисто для стажировок. А вот именно как по образовательной системе мы вышли только на рынок СНГ. Ну как только, это уже большой шаг. Выйти из рынка только Казахстана и выйти на рынок СНГ. Да, также по платформе Сити мы иллюминировали такой факт, что мы работаем только с B2C. Мы теперь вышли уже на B2B рынок, то есть предлагаем нашу платформу для корпоративного обучения. То есть изначально у вас он создавался только для себя или как где-то были в подсознании мысли, что мы выйдем на другие компании? Наверное, только для себя, потому что мы создавали совместно с Bay Group, а у них внутри очень много курсов, около 160 на тот момент было, не оцифрованных. Им нужна была платформа, где бы они внутрикорпоративную среду вот эту вообще развили и сделали классные курсы. Вот, а потом, да, мы решили выдвигать, продавать. А вот когда вы решили выдвигать, продавать, вы проводили какую-то аналитику рынка по востребованности, по какие запросы есть у клиентов? По платформе, да, конечно, было очень много кастдевов. В целом мы вывели только график, что у нас из конкурентов, я забыла название, этим занимается мой партнер. На рынке России есть хорошие такие конкуренты, но на рынке Казахстана конкурентов вообще нет, поэтому тут нам много шагов вперед можно сделать. В самом начале, естественно, когда вы только запускались, финансирование у вас было на свои деньги, я так правильно понимаю? Да, лично буткэмп я начинала, я тогда накопила, я вообще работала как тестировщик, я заработала 900 тысяч в месяц, и в целом всю зарплату я сливала на буткэмп. То есть там суммарно, наверное, с 3 миллиона где-то я начала, а Сити, да, он чисто на зарплаты как разработчик уходило, финансирование Bay Group, мы в ноль. А сейчас вы ищете какое-то дополнительное финансирование? Да, на днях нам одобрили инвестиции, поэтому сейчас будем добивать платформу, выходить уже на рынок выше. Классно вообще. А как вы вообще выходили на рынок, как вы с BI познакомились, скажем так? Они обратились к нам по разработке, им нужна была разработка лэнда, в целом техническая поддержка, то есть мы не только буткэмп, у нас еще есть команда разработчиков, которые делают иногда небольшие заказы. Вот они обратились к нам, потом они показали свою платформу, она тогда была очень сырая, и как раз-таки интерфейс там был вот с 2007-х годов такой, там цвета были бело-синие, что-то такое. И вот мы, они нам предложили взять ее под свое управление, и мы ее полностью переделали. Вот вы упомянули своего коллегу, то есть вы сооснователя, кто второй человек по профессии? Он тоже гуманитарий, он бывший предприниматель, он вообще был, в IT заходил как проектный менеджер, даже ассистент проектного менеджера. Мы с ним в одной компании в целом хорошо вырослись, там состыковались, и дальше как-то мы встретились спустя год, и вот начали партнериться очень хорошо. Ну то есть он тоже гуманитарий, сейчас он уже со своей компанией. Классная идея гуманитарий, создают технический проект. Да. Получается, вы начинали вдвоем, какие у вас были первые сотрудники? У меня сейчас несколько партнеров, я считаю основным своим партнером это Bootcamp. В Bootcamp у меня сейчас два партнера, и в сети по платформе у меня один партнер. Про каких именно партнеров? Нет, я про сотрудников, то есть вы как тестировщик, ваш коллега как вообще проектный менеджер, а как вы создавали свою платформу, чьими руками? Наша команда состояла в целом из наших коллег бывших. Мы за время того, пока гуманитарии работали в разных компаниях, в диджитал-компаниях, мы заводили знакомства хорошо, общались с разработчиками, поэтому в целом наши разработчики видели, как мы росли. И когда мы пришли к ним с предложением, они откликнулись, они знали, что это будет оплачиваться, это не будет как хобби, поэтому, зная нас изначально как тех гуманитариев, они сразу согласились. Ну да, то есть нетворкинг, айтишный работает. Да, да, 100%. Какая у вас сейчас команда? То есть у вас, наверное, поддобавилось людей или всё так же? Да, в Bootcamp у нас около 30 сотрудников, и в сети у нас около 10. Ну да, уже неплохо. Сколько вы, например, на рынке, потому что по времени нет? В целом эта платформа уже два года разрабатывается. На рынок вышли именно продавать по подписке. Мы, ну не знаю, недавно где-то, около года, может быть. Нормально, мне кажется. Да, а Bootcamp уже два года, да. А вы, когда набираете сотрудников, вы сами проводите там собеседование, какие у вас вообще требования к сотрудникам? Относительно части разработки нашей платформы, мы больше смотрим всё-таки на софт-скиллы, потому что хард-скиллы их можно потянуть, но, опять-таки, мы джунов не берём, потому что платформа, логика в платформе очень сложная. Поэтому отбор идёт, да, по софт-скиллам сначала со мной, потом с моим партнёром по тех скиллам, и потом мы просто обговариваем, как он нам отозвался в миссии нашей платформы, так скажем. По части Bootcamp я смотрю только на то, как он преподаёт, то есть любит ли вообще он передавать какие-то знания, умеет ли он это делать, потому что мы как-то брали очень крутых специалистов, но они просто читали с презентации, ну, то есть это был тот же записанный гид-курс, многим студентам не понравилось. Поэтому очень важно, чтобы он любил передавать знания. Да, мне кажется, в принципе, не только в IT-шке, а вообще в любой сфере есть классные специалисты, которые разбирают в своей работе, но далеко не у всех есть, не знаю, желание, навык даже какой-то преподавать, я не знаю. Да. По-моему, вы по первому образованию, да, как раз-таки и преподавали, мы к этому ещё вернёмся обязательно. А про софт-скиллы вы упомянули, что в первую очередь смотрите на софт-скиллы. Какие софт-скиллы важны, на ваш взгляд? Мы всегда за премии, за бонусы, поэтому если возникнет такая потребность, чтобы переработать или там поработать на выходные, или в целом отзывчивость, ребята, как это стартап, то мы обязательно это смотрим, мы в целом предупреждаем. Если человеку норм, то, конечно, мы его берём в команду. Ну, то есть изначально мы предупреждаем про переработку оплачиваемую. И второй момент, на что мы смотрим, это человека токсичного видно сразу, мне кажется. То есть тот человек, который ещё ставит условия очень много, не поработав, не проявив себя, опираясь на одно резюме, тяжело сказать. Поэтому в целом байбовый такой человек не токсичный. Давайте подробнее, мне интересно, как вы токсичность на первом собеседовании определяете? Ну вот, например, одно из, это когда он начинает качать условия уже с первого. Сейчас говорят, повышай свою самоценность, самооценку, не самоценность, да, лучше сказать. Но самоценность не может выражаться на первом собеседовании. Я такой крутой, у меня только такая зарплата, я не согласен на переработку, и вообще, если коллектив плохой, я работать не буду. То есть с первого собеседования качать свои права не стоит. А прям такие бывали? Конечно, бывают, да. То есть вот, посмотри мой резюме, я работал там-то, там-то, я могу сделать то-то, то-то. А мы брали таких, брали, опираясь на резюме, что они крутые специалисты, но по итогу, например, дизайнер, это был дизайнер, там зарплата 500 тысяч, хотя мы обычно в стартапе 350 платим. И по итогу он себя никак не проявил, то, что он там говорил, какое крутое на собеседовании, по итогу вышло обратное. И в целом на контакт не шёл, тяжело шёл. В моём понимании как будто, ну всё, ну люди приходят как-то более скромно. То есть самое главное, наверное, первое, это гибкость какая-то, да? Да, да. Отзывчивость. Да. Ну и если, да, переработать, то есть, не знаю, возможность принять эти условия, подстроиться, если будет необходимо. Ну то есть не, конечно, что вы там на них насели по-любому, но какая-то действительно гибкость, мне кажется, да. Да, и ещё для разработчиков важно, чтобы им нравился проект. То есть мы не заставляем работать, если тебе проект не понравился, логика для тебя слишком сложная. Вот, это тоже очень важно. Ну да, в принципе, гореть этим делом, интересоваться им. И вообще, наверное, сейчас очень важно айтишникам не только привлекаться в профессию из-за денег, которые там везде обещают, а из-за того, что им это нравится. А такое, ну, наверное, не у всех далеко. Да. И не все проекты интересны, так скажем. Например, если разработчик постоянно идёт на те проекты, где-то на маркетплейсы или какие-то однистраничные сайты, да, ему это подойдает, и тут он видит нашу платформу и говорит, вау, с такой логикой хочется поработать. Ну вот, такое вдохновение мы ищем. Ну давайте поговорим про будущее. Каким вообще вы видите будущее вашего стартапа? Ну, за этот год мы поставили себе добить 100 клиентов по B2C рынку и 50 по B2B рынку. То есть мы хотим... В целом мы развивали эту платформу как внутрикорпоративное обучение, платформу для внутрикорпоративного обучения. И мне это отзывается очень сильно, поэтому мне хотелось бы, чтобы вот в буткемпе спустя два года ко мне компании приходят и говорят, Карина, нам нужен классный тестировщик. И мне очень вдохновляет то, что компания уже знает, что вот Карина Лян, там буткемп, мутит там тестировщиков классных. А по платформе хотелось бы также, чтобы компании... Вот сейчас мы заключили договор с Алюр, с Жусаном, и хотелось бы, чтобы такие крупные компании к нам приходили тоже и говорили, что вот оцифруйте нам курс и предоставьте свою платформу. Мы, кстати, не только доступ предоставляем, мы еще можем расположить там на их серверах, то есть полностью отдать им. Вы планируете расширяться в плане сотрудников, например, городов? То есть у вас офис есть физический или вы удален? Да, в хабе мы локализируемся, в хабе, да. По поводу сотрудников, да, как раз таки вот эти инвестиции, про которые я сказала, нам нужно для масштабирования команды, наши ребята уже подустали, не справляются. Так, ну давайте перейдем уже к вашему опыту. Я знаю, что у вас это уже не первый опыт такого предпринимательства, скажем так. Расскажите вообще, как вы пришли в профессию, потому что я знаю, что вы начинали как гуманитарий, как преподаватель, правильно? Да. Мечты были обойти, наверное, всегда, когда я еще там после школы играла в Кита, хотела разрабатывать игры. Ну так, да, я по образованию педагог, просто у меня женщины в семье педагоги, я такая, ну, я вообще хотела пойти на журналистику, но там надо было прочитать огромный том билетристики, который я не люблю. И я пошла, выбрала что попроще, выбрала учитель английского тире переводчик, тогда называлась эта профессия. Отучилась, работала, работала в частной школе, работала в госшколе, я даже разработала свою методику после того, как в штаты съездила. Я решила открыть свой языковый центр, я думала, я буду классным преподавателем, сам себе босс, 24 на 7 отдыхать, но это не сработало, я не знала вообще, как быть директором, бизнес прогорел. Потом решила запускать туры, тогда это было очень актуально. Там тоже, ну как, там я вышла просто в ноль, никакой прибыли не было. И вот потом я подумала, нафиг это предпринимательство, пойду-ка я поищу, что вообще можно делать на удаленке. Хотела все-таки после этих евро-туров выйти на удаленку и нормально зарабатывать. Не круто, но хотя бы нормально. Помониторила я YouTube, тогда мне вышел один блогер, он рассказывал про профессию тестировщиков, и я на гид-курсе купила где-то за 5 долларов пятидневный курс, начала смотреть, мне понравилось. Я что-то там попробовала на ют-тесте пару заказов взять, мне тоже понравилось, но я понимала, что для полного ценного фуллтайма это недостаточно. И вот бахнул карантин, я как учитель я осталась вообще без денег, это был прям такой break moment, и я решила уехать, как монах удалиться с города, уехала к бабушке в деревню, и там посвятила обучение, я купила курс тогда за 2000 долларов, он стоил большие деньги, мне с радостью мама помогла, и я поехала в деревню обучаться IT. Вернулась в город, такая айтишница, и начала проходить собеседование. В принципе, так и начался путь, там спустя нескольких провалов я получила свой первый оффер, оффер я получила как ассистент-тестировщика, но это было уже что-то, и так я начала расти. То есть вы преподавали сколько лет? Получается, вы не бросили преподавание и параллельно обучались, правильно? Ну да, это было как уже подработка, тогда я как-то на зарплату не смотрела, у меня была цель выйти, уйти в IT. Почему именно IT? Я начала гуглить информацию, какая сфера даёт возможность быстрого роста, как в зарплате, так и в позиции. А все мы знаем, что в IT очень быстро можно вырасти. Быстрый рост в зарплате, в позиции, плюс работа удалённа, плюс возможность зарабатывать в валюте, что очень важно, потому что наша казахстанская тенге, так скажем, и растёт. Эти четыре пункта сопоставила и вышла сфера IT. Но потом, как гуманитария, я понимала, что я не умею программировать, я не хочу программировать. По математике я набрала три балла, выводила там ёлочку, и мне тогда вышла позиция тестировщика. Я думала, вау, всё-таки есть такая позиция, чудесно. Вот и начала там развиваться. Вот вы говорили про фриланс, там возможность работать удалённо, но так как вы были связаны с языками, у меня почему-то первая была мысль, что можно было пойти действительно в копирайтинг, в журналистику. Не думали про это? Думала. Но я в целом до сих пор люблю писать, и целью там дописать книгу всё ещё стоит. Но это я рассматриваю больше как хобби, наверное, потому что не всегда то, что воодушевляет, стоит из этого делать деньги. Ну да, там, наверное, расти было бы намного дольше, чем войти, по крайней мере. Ну и плюс, мне кажется, вы вошли в очень удачное время, коронавирус, карантин. Очень удачное время, да, согласна. Вообще, как вы заметили сейчас по сравнению с тем, что было тогда, интерес койти под угас или всё ещё есть? Я скажу так, что у нас спрос, интерес есть, но они до сих пор, ну как, у нас казахстанский рынок до сих пор не знает, кто такой тестировщик. Для них тестировщик это тот, кто там проверяет компьютеры на что-то. Поэтому с изменениями требования очень сильно выросли. То есть я заходила, было достаточно, что я там делаю смок-тестинг, просто что-то ищу баги, о них говорю разработчикам, и всё, этого было достаточно. Там, PS, QL, куда там. А сейчас требования выросли, сейчас уже даже автоматизацию джуна спрашивают. Да, мне кажется, не знаю, то, что тот, кто раньше был джуном, он сейчас даже на какую-нибудь бесплатную стажировку, не факт, что попадёт. Требования намного выросли. И, кстати, я тут подметила момент, вы говорили о том, что у нас в Казахстане не очень понимает, кто такой тестировщик. Мне кажется, что у нас в Казахстане вообще очень сложно выстроено понимание, кто такой айтишник в принципе. Как будто айтишник, это вот, я не знаю, у меня вот первая мысль в школе, вот какой-нибудь информатик, который сидит, что-то там тыкает на компьютере и всё. Да, да, да. Ну, по крайней мере, я не знаю, у людей, не знаю, 40 плюс точно какое-то такое понимание. Да, особенно у моей бабушки, она говорит, блин, внуча, ты же айтишник, иди там, стиралку почини мне. Да-да-да, у меня буквально история, у меня тоже брат учится на айтишниках и всё такое, ему говорят, сделать пригласительное на той. Типа, он же айтишник, хотя это совсем не то, конечно. Было ли вообще страшно переходить в новую область? Или, мне кажется, по вашему рассказу, вы такой авантюрный человек и туры, и своя языковая школа? Ну, в этой части меня мама всегда поддерживала, поэтому, да, авантюристка та ещё. Но было, ну, как страх не был препятствием, но в то время, я помню, как я ходила на первое собеседование, выходила красная, потная, ну, не подавала виду, хотя, может, это было видно. Ну, я знала, что пройти этот шаг в любом случае надо, начинать что-то всегда сложно, так же, как и с открытием было языкового, евро-туров. Но скажу так, что сейчас с людям намного проще переходить, потому что вот я в своё время переходила одна, в моём окружении вообще никто не переходил. А сейчас ребята тащат своих друзей и приходят на курс по три друга, по два друга, намного проще, интереснее. Ну да, мне кажется, окружение очень сильно влияет, когда ты один, не знаю, из компании друзей, пытаешься что-то новое изучить, и, во-первых, ты тратишь энергию на то, что ты вливаешься в незнакомую сферу и дополнительно на то, чтобы объяснять друзьям, чем ты вообще занимаешься. Да-да-да. У нас такой кейс был, что один из друзей вообще не хотел идти, и его друзья тупо потянули, и в оконцовке из всех этих друзей он первый получил оффер. Вы высоко оцениваете именно комьюнити, правильно? Да, да. Сами пытаемся сейчас его выстроить. Каким образом? Ну, ивенты. В прошлом году мы создавали, для нас это было амбициозно, конечно, первый ивент создать на 150 человек. Мы его провели, ребятам понравилось, а мы создали небольшое комьюнити, правда, потом забросили опять-таки разработки платформы, и сейчас вот мы опять восстанавливаем это комьюнити, хотим развивать. 26-го вот у нас будет ещё один ивент в хабе, поэтому вот стараемся. Ивент оффлайн, да? Оффлайн обязательно, да. А про что? В целом, для тех, кто не знает про IT, и для тех начинающих специалистов, кто хочет послушать какие там требования, то есть мы приглашаем спикеров, там, например, HR там с Freedom, до этого у нас был HR-директор с Aviaty, то есть те позиции, которые гуманитариям опять-таки могли бы объяснить, какой сейчас спрос, там, как проходить собеседование, что нового вообще в IT, как туда попасть. Намного лучше, когда человек, который задумывается о сфере, я условно, встретил человек вот буквально лицом к лицу, чем он там, не знаю, где-нибудь в интернете прочитает комментарии. Да, да, у нас многие, кто звонят, там, сначала обрабатывает отдел менеджеров, потом, если что, мне на консультацию, и многие ставят мне на консультацию, даже не просто там, чтобы спросить какой-то вопрос, задать, убедиться, что я существую. Всё равно личный опыт играет огромную роль, потому что кто-то, например, перенаправляет события, произошедшие с каким-то человеком на себя, примеряет на себя эту роль. Мне кажется, это очень важно. И вот ещё заметил, что вы очень часто говорите именно о гуманитарии. Вы думаете, что прямо есть такое чёткое разделение, что кто-то гуманитарий точно, кто-то технарь? Всё ещё существует, я думаю. Скоро оно будет размываться помаленьку, но всё ещё, думаю, существует, тем более локально в Казахстане. В целом мне, как бывшему гуманитарию, было обидно в тот момент, когда бахнул карантин, и гуманитари потеряли свою работу. В то время как технари, они работали, продолжали на удалёнке, получали высокие зарплаты. И даже это меня подтолкнуло как-то зациклиться сначала на гуманитариях. Да, мне кажется, вообще цифровизация, вот это вот отношение к гуманитариям какое-то, я не знаю, пренебрежительное, по крайней мере. Возможно, поэтому я часто говорю, что гуманитарии могут произнести, должны произносить что-то своё в IT, потому что тот же технарь, он не очень хороший визуализатор, он не очень хороший управленец, а вот в гуманитарии очень хорошие продакты, проджекты, дизайнеры, тестировщики. А вам не кажется, что вообще у гуманитариев софт-скиллы развиты намного лучше, чем у тех самых технарей? Да, конечно, да. Говорят, хороший разработчик — это интроверт, да, честно, там по логике вещей интроверт — это не софт-скилловый человек, поэтому да, поэтому да, я топлю за то, чтобы гуманитарии были в IT, и они могут произнести много чего. В принципе, вот вы сказали, что хороший разработчик — это интроверт, мне кажется, нет, сейчас уже, это раньше, мне кажется, когда там один человек делал всё на свете и называл себя айтишником, сейчас это уже абсолютно командная работа. Да, согласна. У меня вот, я первое время, когда блог завела, развивала стереотипы, мне спрашивали, айтишник — это действительно тот человек, который там сидит в очках, параллельно ест, там у него на животе крошки, говорил, что нет, потому что, когда я пришла в компанию, я была удивлена, что у ребят своя тренажёрка, они идут, там качаются в течение дня, некоторые ребята там после работы идут на шамбула, катаются на сноубордах, кто-то там вообще идёт в клуб, выпивает, ну то есть вне жизни айтишника они очень даже такие активные ребята, общительные. Мне кажется, что сейчас появилось вообще буквально два очень параллельных образа айтишника, первый — это тот, который сидит там в подвале и программирует 24 часа, а второй, который, не знаю, две минуты пописал код, потом пошёл пить в кофейню, действительно пошёл в горы. Насколько эти вот два параллельных образа действительно демонстрируют реальность? Наверное, вот второй образ, про который уже сказали, немножко покодил и пошёл гулять, это тот разработчик, который уже прошёл первый путь, потому что, например, девопсеры, они в основном сейчас не кодят, да? Флаты разработчики тоже, они не настолько зациклены на коде, а вот джависты, да, им приходится, у них там настолько сложное, особенно, когда им прилетают баги, да, они должны, как бы по обязанностям, должны с ним там доделать свою работу, но приходит время, когда они вырастают, могут там переквалифицироваться девопсеров тех же и сделать свою работу, свободно пойти пить кофе. В принципе, так вообще в любой сфере, когда ты начинаешь, ты уделяешь намного больше времени и сил, а потом это уже, я не знаю, сеньоры, наверное, работают намного меньше, чем джуны, точно. И все терился про кофе в этом, это про сеньоров. Вообще, какому тогда типу айтишников вы отнесёте себя? Ну, то есть, у вас, понятное дело, ещё и дополнительная нагрузка со стартапом. Вы сейчас вообще работаете где-то ещё тестировщиком или только на своём стартапе? Я пыталась первый год, я пыталась, потом я сломалась и очень часто болела. Когда я начала уходить от психологии, я поняла, что это нагрузка, которую тело моё никак не выдерживает. И благо, чтобы построить нормальный буткэмп, раз, и платформу, два, я отказалась от позиции тестировщика, я стала темлидить, но и то так, портаймить. Я стала потом больше темлидом для своих ребят, чтобы их взрастить. Поэтому нет, я отказалась от позиции айтишника, сейчас я полностью в предпринимательстве. Не бедите в будущем себя, что вы возвращаетесь в эту сферу? Я пыталась, недавно я пыталась в гипербезопасность, но просматривать уроки и параллельно ставить всем задачи и отследить их качество выполнения у меня не получается пока ещё и совместить там личную жизнь и свои хобби. В общем, пока отдалась только предпринимательство. Ну да, в сутках всего 24 часа. Да. Ну да, мне кажется, что в принципе, особенно в начале, когда люди только входят в свою профессию, они думают, чем больше я буду работать, чем больше я буду работать именно на износ, тем будет лучше. Но большой процент выгорания точно есть. Да, и результата мало. Сколько вы, в принципе, на начальном этапе, когда учился на тестировщик, выделяли часов в день на обучение? На обучение немного, наверное, часа два. Я больше искала информацию и вдохновлялась. Я, честно, больше тратила время на просмотры YouTube-роликов, посмотреть, как растёт тестировщик, сколько он будет зарабатывать. И вот просматривала те ролики, вдохновлялась. И я в целом вывезла не из-за знаний каких-то, а и вот, во-первых, наверное, из-за наличия английского. Меня часто везде брали, потому что он у меня хороший. Из-за вот этих вот soft skill of ambitia я привнесу в вашу компанию много всего. Наверное, за счёт этого я первое время вытаскивала. Получается, первый толчок, это основной, это даже мотивация дисциплина, например. Да, да, да. Насколько вообще важен баланс, на ваш взгляд, между мотивацией и дисциплиной? Сейчас своим ребятам я говорю, что дисциплина очень важна, потому что я смотрю на некоторые стажировки, и там ребята вообще не дисциплинированы. Хотя, блин, я думаю, как вы прошли третий экзамен, да, и попали на стажировку. Поэтому я вот к стажировкам мы добавили темблицтва с нашей стороны, и он сейчас отслеживает их, во-первых, мотивацию, он с ними созванивается, а эмоциональная поддержка на первых порах очень важна, и дисциплину. Пока с этим сложновато, но это надо балансировать в любом случае, потому что ты, Джун, от Джунов очень много ждут, и здесь ты должен иметь как и тайм-менеджмент хороший, как и софт-скиллы, так и хард-скиллы. В общем, выжимай по максимуму, балансируй везде, даже вид до медла, а потом можешь чай пить. Согласна, кстати, с этим. У нас тоже, да, есть менторская поддержка, как раз таки, чтобы, ну, не знаю, нет сил, нет мотивации, реальность оказалась не такой. На этом очень важно получить поддержку, и, наверное, даже со стороны, не знаю, старших коллег, которые уже прошли через этот путь. Да, тоже, да. Мы тоже внедряли такие звонки от тех ребят, кто уже оффер получил. У ребят было очень много вопросов. А как там проходил собеседование? Какое твое ритмое брали? Как ты справлялся со стрессом? Да, интересные звонки. Вы ещё упомянули до этого английский язык, что вам очень сильно помогало именно знание английского языка. Я вот буквально вчера услышала, что хардскиллы, какие-то технические навыки можно и нужно как-то развивать в течение, например, стажировки, а, например, английским во время стажировки заниматься времени нет. Сколько вы оцениваете значимость английского? У нас Буткэм существует два года, и 90% студентов, если сказать честно, это те, кто не знают английский, но тем не менее не получали офферы на локальном рынке. И, конечно, если бы мы отбирали только по английскому, у нас сейчас бы, например, ребята получали офферы на иностранном рынке, но, к сожалению, сейчас, я думала, к 2024-му уже все будут знать английский, но это не так. Или в комментариях такая проблема. Вот. Важность есть, большая, тем более, если ты хочешь расти дальше в автоматизацию или в разработчики, тестировщик же не всегда будет тестировщиком, он может автоматизировать, может уйти в разработчики, поэтому английский нужен. Поработать на международном рынке вообще обязательно нужно для своего опыта, а выйти на международный это знать английский. Поэтому выделять на стажировку согласно тяжело, во время учебы тоже тяжело, потому что ты перестраиваешься, ты был медсестрой, сейчас тебе надо перенастроиться на язык айтишника, поэтому тоже тяжело. Я советую ребятам начинать изучать английский, как только они освоились после своего первого оффера. Начинайте подтягивать английский, да, и потом идите на международный, потому что там опыт получить очень здорово. Ну да, мне тоже кажется, без знания английского, но есть какой-то потолок локального рынка, после которого уже достаточно сложно расти. А вы вообще вот бывшие учители английского не думали какие-то курсы английского для айтишника у себя внедрить? У нас команда меня уже два месяца ждёт, чтобы, да, я, так как у меня лежит своя методика, которая, кстати, выкупала одна из языковых школ на тот момент, и вот и сейчас, я думаю, я внедрю это в наш буткэмп, это уже, это уже необходимо. Правда, это будет записанный курс, но я постараюсь сделать его максимально удобным, потому что сейчас, в принципе, многое, да, записанное, но тем не менее люди обучаются, поэтому, да, у нас отдел, продуктовый отдел прям меня пушит уже второй месяц, чтобы я закончила с этим модулем. Какие-то слова, какую-то даже банальную лексику удобно было бы изучать именно в процессе обучения? А, ну это да, да, у нас есть глоссарик, который ребята применяют. Ещё мы говорили про вход в профессию, и как важно иметь окружение, которое также собирается войти, войти, скажем так, что ещё, на ваш взгляд, может облегчить вхождение в новую сферу? Многие, например, когда приходят на консультацию, они ещё не определились с направлением. Мало иметь какую-то поддержку, да, сообщество или пару друзей, с кем переходить. Важно выбрать направление, потому что многие приходят, например, некоторые, немногие, на тестирование, потом понимают, что нет, хочу быть дизайнером. Ну, они потратили своё время. Они, конечно, изучили часть тестирования, но они же потратили ещё и финансы на это. Поэтому, в первую очередь, пройти какие-то тесты, взять профориентацию какого-то специалиста и понять, что тебе подходит. Я не убираю тот факт, что если ты обучишься тестированию, потом передумаешь, пойдёшь учиться на дизайнера и в конце концов ставишь разработчиком, эти знания тебе не понадобятся. Конечно, понадобится, ты будешь ещё больше востребованным. Но вот на начальном этапе, чтобы упростить себе путь в IT и не выгореть, да, после многочисленных курсов, лучше взять профориентационный вот этот тест и понять вообще, в каком направлении двигаться. Мне вообще понравилась ваша история, что вы сначала приобрели такой недорогой курс, чтобы посмотреть на профессию, а потом уже полноценно. Мне кажется, что очень важно не сразу покупать, не знаю, супердорогой, супердолгий курс, а сначала самостоятельно что-то попробовать, почитать, покодить, например, если что-то такое. Согласна? Да, сейчас тем более в открытом доступе все есть, много всего. Вообще, как думать, каким людям, мы много говорили про софт-скиллы, по качествам лично, по темпераменту будет сложно войти? Была такая категория людей, мне кажется, это творческие люди. Я раньше топила, что все могут попасть в IT, вот любой человек, но пройдя несколько потоков, я поняла, что, например, к нам приходил виоленчелист, к нам приходил художник, к нам приходил повар, и вот эти три профессии, они просто не справились. Я сама творческий человек, и я понимаю, что там фокуса очень мало, поэтому, да, вот я не хочу говорить за всех творческих людей, но вот на нашем опыте мы вывели вот такую категорию, что творческим я не советую. Ну да, наверное, очень сложно действительно фокусироваться на чём-то одном, потому что у творческих людей есть какие-то летящие мысли, или вот сейчас хочу это, потом это, согласна с вами. В какой-то момент был дискусс о том, что IT — это творческая профессия, согласна или нет? Да, с той точки зрения, что, например, тестировщик должен подходить к тестированию и обдумывать разные кейсы за женщину в 60 лет, за ребёнка, если он игру играет, за ребёнка в 15 лет, не знаю, за женщину в 45 лет. То есть он должен обрабатывать в своей голове разные подходы, кейсы, или разработчик, да, он не должен подходить к коду чисто технически, он должен как-то обыграть некоторые кейсы, поэтому, да, с этой точки зрения и тот же дизайнер, да, это творческий подход, но не творческая сфера, так скажем. Да, хорошая фраза, что подход, но не сфера, я согласна. Не в плане того, что там творить что-то, а, например, подходить с разных сторон. Но можно ли сказать, что это значит, что тот же разработчик, тот же тестировщик должен быть человеком разносторонним, то есть, например, чуть-чуть увлекаться, условно, какой-нибудь социологией, не знаю, чуть-чуть маркетингом и так далее. Это прям обязательно, потому что тут же будет выгорание. Я хорошо, мы проводили как-то подкаст, и в целом он является членом нашей команды, это техдириндрайва, он, кстати, два балла набрал по Инте, по математике, это такая, да и пять. Вот, мы с ним разговаривали, и он параллельно с тем, что он техдир, он за 10 лет еще приучил себя, что он профессиональный дайвингист, да, если правильно говорить, плюс он занимается со своей собакой, я не знаю, как это правильно называется, обучает ее, плюс он еще занимается велоспортом, и у него еще семья, то есть, он говорит строго, должен быть такой тайм-менеджмент, что ты там с 10 до 6 на работе, все, потом ты убираешь свой ноутбук и занимаешься своей личной жизнью, иначе у тебя будет очень быстрое выгорание, и это говорят абсолютно все мои коллеги, с Амазон, там ребята, с экс-майкрософт, ребята тоже, что в твоей жизни, если ты в IT, должно присутствовать, личная жизнь должна, хобби должны присутствовать, нету, заведи себе, потому что жить чисто IT, ты перегоришь за два года, даже за полтора года можно перегореть, если чисто сидеть, кодить или тестировать. У вас есть какие-нибудь необычные, не айтишные увлечения? Да, вот сейчас разрабатываем приложение по нему, я в целом творческий человек, поэтому мне нравится мужская стилистика, как хобби могу себя отнести к тому, чтобы там друзья ко мне обращаются, я иду и одеваю их, например, на осень, подбираю им стили, я люблю стилистику, в целом люблю все красивое, поэтому вот следующее предложение, которое мы сейчас разрабатываем, она по сфере красоты. Можете подробнее рассказать, вам интересно стало. Да, у нас на рынке Казахстана есть запись Кизет, мне тоже не нравится там интерфейс, поэтому я сейчас разрабатываю очень удобный и красивый интерфейс, чтобы он был внутри немножко отдельно женское и мужское, потому что, когда заходишь, например, в одно из предложений, где записываются на какие-то сервисы, услуги, все вперемешку, мне не очень удобно, поэтому я еще исходила своих болей, это не очень удобно, это не очень красиво, я пока сдевила, девочка говорят, девочки говорят, что некое приложение перегруженный, хотелось бы максимум там три цвета, да, то есть клиенты тоже придерживы к дизайну, очень, вот тоже мне очень нравится приложение золотое яблоко, мне там нравится и интерфейс, может там функционал немножко там перегружен, но интерфейс мне очень нравится, и это будет приложение для записи, салон красоты, спа, тату-салоны, там, соматологии, записи слуг. У нас в Казахстане много всяких, не знаю, приложений, сайтов, которые выполняют именно какую-то, не знаю, задачу, записаться, заказать еду, но часто именно визуально, они не очень приятны глазу, скажем так, вот вы очень много уделяете внимания именно красоте, в визуальной стороне, почему вы не пошли на дизайнера, например. Я разбиралась в профессии UX-UI дизайнера, я также хотела пойти на дизайнера 3D, да, в архитектуре, чтобы делать 3D-дизайн, квартир, там, помещения частных, но там опять-таки есть такие технические инструменты, которые мне не нравятся, поэтому вот я себя нашла либо в поставлении задач, я хочу увидеть картинку такую, либо вот в стилистике, мне очень нравится, я всё-таки творческий, гуманитарный человек, всё ещё. Это хорошо в плане даже генерации идей, в плане поставления задач. Да, это очень хорошо, да. И подытоживая, мне кажется, что стартапы сейчас, по крайней мере, ваш точно, это не про технологии, а про то, что люди видят какие-то проблемы, какие-то боли аудитории и стараются их решить. То есть в вашем случае вы увидели, что нет удобной для вас платформы для обучения, вы создали её. Также с записью на мейкап я не знаю, бьюти-услуги. Вы увидели, что нет удобного и создаёте это. Поэтому мне кажется, что стартапы это очень классная идея. Да, а никакой стартап не выживет, если он не исходит из личных болей. То есть если ты за это до последнего не топишь и сама в это не веришь, потому что если создать, как бы, ты инвестор, да, купил какую-то идею стартапера, у тебя этот стартап не выгорит. Если ты лично замотивирована во всех этих боли, ты проказавила людей, увидела, что у вас аналогичные боли, то всё, этому стартапу жить. Вы допускаете мысль, что вы когда-то, я не знаю, не хотелось бы, но вдруг поймёте, что идея стартапа сейчас неактуальна? Такие моменты часто бывают, и хорошо, что есть партнёры. Я верю в идею партнёрства, поэтому каждый в такой переломный момент, когда ты сдаёшься, хорошо, если рядом есть партнёр, который будет топить и говорить, нет, эта идея живёт, эта идея будет, плюс недавно вы получили на это инвестиции, то есть другие люди в это поверили, поэтому, да, команда, партнёры очень важны. Ну да, мне кажется, было бы тяжело всё это на себе тащить, именно в плане мотивации, в любом случае будут какие-то законы, что вот я делаю что-то не то, это никому не нужно. Да, они обязательно будут, да, сомнения, мне кажется, у всех стартаперов есть сомнения на каждом этапе. Ну и последнее, чтобы мы про мотивацию бы заговорили, дайте нашим совет нашим студентам, как не терять мотивацию, как двигаться, как преодолевать себя. Самое главное это найти окружение, то есть, если вы попали на курс и в группе с вами 15 человек, там, тоже с разных сфер переходят в IT, возьмите это как за плюс, потому что это ваше новое сообщество, которое так же, как и вы, переходит в IT, и вы друг друга поддерживаете, это очень важно. Второй момент это поддерживать себя самостоятельно, еще мотивировать, как я и говорила, что помимо того, что я раньше обучалась, я смотрела мотивирующие ролики, я смотрела, как растет тестировщик, там, допустим, да, тестировщик, любая профессия, там, сколько он будет зарабатывать, то есть мотивировать себя такими дополнительными ресурсами, чтобы не только обучаться, выполнять задания, а также знать, что у тебя ждет, тоже очень важно. Спасибо большое. Мне кажется, у нас получился сегодня отличный разговор, мы поговорили с Кариной о стартапах, о ее личном пути, о требованиях кандидатов, о мотивации, вообще очень много всего затронули. Карина, спасибо вам большое за встречу, желаю вам, желаю Сити, платформу, полететь только к успеху, создавать новые классные стартапы, о которых я надеюсь, что мы услышим. А вам, друзья, большое спасибо за просмотр, соцсети Карины мы оставим ссылки под описанием, а также не забывайте подписываться на инстаграм Калстанского инкубатора. Всем спасибо, пока-пока. Всем пока. Пока.